Это любовная игрушка для кобелей Или отбивать их куда подальше в соседний двор за забор к соседям И стоят от 120 долларов за базовый набор до 1200 Нет, я сейчас говорю не о тех трусах для гигиены Привет, я Аня и ты на канале Magic Family И недавно я сняла два видео Топ 5 безумных товаров для животных И вам мне так понравилось, что вы попросили снять еще что-нибудь такое Поэтому я решила открыть рубрику про товары для питомцев Но конечно же не только безумные А также интересные и полезные товары из Китая И про покупки, которые я делаю для своих питомцев А их у меня много, не только собаки и кошки Поэтому сегодня я предлагаю вам придумать вместе со мной название этой рубрики Мне пришла в голову идея назвать ее за и против Если вам придет какая-то идея пооригинальнее Напишите свое предложение в комментариях А также пишите про какие конкретно покупки вы бы хотели видео И сегодня я не смогла пройти мимо реально безумных товаров для собак и кошек Но некоторые из них довольно интимные Я знаю, что на моем канале есть юные зрители Но я считаю, что сегодняшняя тема такая же образовательная Как и когда на канале Animal Planet показывают спаривание самых разных животных А также я скажу некоторые вещи, которые крайне важны для хозяев, владельцев любого возраста Так что опять сегодня топ 5 безумных товаров для животных Подписывайтесь на канал и поехали! Первый в моем списке сегодня безумный товар для собак Это любовная игрушка для кобелей Создатели этих кукол утверждают, что это не просто забавная вещь А это помогает песику в жизни Там есть разные фирмы, игрушки выглядят по-разному Лабардол или Ходдол Даже прилагаются спреи и крема с привлекающим собак запахами И стоит это совсем недешево Производители играют на человеческой жалости И основной аргумент это то, что по крайней мере ваш мальчик Не будет делать это с подушкой, ногой или игрушкой У него будет резиновая подруга и он не будет так страдать И покупатель думает Хм, да, наверное они правы Куплю-ка я своему бедняге куклу Но у меня есть как минимум три сильных аргумента против этого товара Первое это очень большое очеловечивание Пес не страдает так, как страдаем мы люди Он не переживает, он не думает Он просто хочет удовлетворить свою физическую потребность Точно так же, как он ходит в туалет Точно так же, как это делают другие животные Пес не думает, так, ох, как же я одинок Как жаль, что у меня нет подружки Нет Второе, я прочитала достаточно много литературы по психологии собак И многие из зоопсихологов сходятся во мнении, что это не нормально Такое постоянное желание у кобеля Это мешает ему полноценно и хорошо жить У маленьких собак это очень сильно распространено У крупных пореже, но тоже бывает Эйвен, например, первый свой год жизни только и думал о девочках Вся его жизнь проходила в поиске подружки И это заставляло его сильно нервничать И если бы тогда, потрачая кучу денег и купили Эйвену такую игрушку Да, раз-два он удовлетворит свою потребность Но это не закончится, он будет делать это снова и снова А это ненормально Если бы вы пожили со стаей собак, вы бы удивились, как и я Когда я вижу целую толпу наших кардиганов, я вижу, что они не делают это постоянно Вот у одной из суп течка Сука здесь не мат С сумками называют собак женского пола Так уж пошло И они хотят оплодотворить ее, чтобы создать потомство Это нормально, это от природы Но в обычное время они не занимаются этим постоянно для удовольствия Потому что это не заложено в их природе Тогда зачем спрашивается кобею такая игрушка, если в норме у него не должно быть этого постоянного желания А они еще предлагают набрызгать ее специальным спреем, который идет в наборе С привлекательным запахом, чтобы заставить его реагировать на резиновую куклу А ему, может быть, даже не хотелось, он даже не думал об этом Ну, в общем, это какой-то прием Третье Кроме того, зоопсихологи и бихевиалисты Это люди, которые изучают поведение И считают, что у такого постоянного ненормального желания Не один-два раза, когда кобель встретил какую-то супу, у которой течка И он хочет создать с ней потомство А именно постоянного желания делать это с какими-либо предметами Или другими собаками, или даже человеческими частями тела Есть две основные причины Первая, это парень взрослеет и становится мужчиной И это происходит примерно до года и в основном потом уходит А вторая, это просто недостаток внимания, дрессировки, занятий с собакой и вашего с ней контакта То есть, если бы пес тратил достаточной энергии Бегал, гулял, общался с другими собаками и людьми Вы бы играли с ним и занимались, такого бы не было Поэтому я считаю, что вместо того, чтобы подсунуть своей собаке или кошке Искусственный заменитель радости за деньги Нужно самому уделять время и внимание своему питомцу И он будет счастлив без всяких подобных игрушек Ставьте лайк, если вы тоже считаете, что заводя животное Ты просто обязан ухаживать и заботиться о нем А не бросать его в одиночестве Ладно, давайте сделаем небольшую передышку от психологии И посмотрим на второй безумный аксессуар И скорее не для собак и кошек, а для их хозяев Американское изобретение Совок для хоккейной клюшки Для уборки экскрементов животных В описании продукта написано, что это удовольствие для всей семьи К этому совку даже прилагается резиновый аналог Простите, какашек, чтобы потренироваться У них даже есть сайт С полным описанием товара И даже написано, как правильно его использовать Также написано, что это развивает чувство ответственности И положительные экологические привычки у детей, ухаживающих за домашними животными Согласна, уборка за питомцем действительно развивает в ребенке ответственность Но обязательно ли это делать при помощи клюшки? Да и вообще клюшка создана для того, чтобы отбивать ею шайбу куда подальше То есть какая развивается привычка убирать какашки за своей кошечкой или собачкой? Ударять по ним, чтобы все это разлеталось по вашему двору, по газону, по дрове Или отбивать их куда подальше в соседний двор за забор к соседям? Серьезно? Да, очень смешно читать инструкцию Осторожно приближайтесь к собачьей или кошачьей груди в вашем дворе Будьте осмотрительны Если вам неудобно с вашим уровнем квалификации Мы положили в набор бесплатный кусок для практики Я не буду читать все, но вот вам последний пункт Когда вы стреляете Стреляете Убедитесь, что другие люди и домашние животные не находятся в зоне досягаемости Короче, вы поняли Я не то чтобы против этого товара Но я бы такое точно никогда не купила Я считаю, что это безумие И это подходит для нашего топа Еще один очень интимный товар для питомцев-мальчиков Это Ньютиклс Аксессуар, который имитирует собачьи тестикулы А говоря простым языком, яички Ваш мальчик больше не будет чувствовать, что ему чего-то не хватает Это лозунг продавца Они говорят, что людям, особенно мужчинам, бывает трудно смириться с кастрацией собаки или кота Они бывают различных моделей и стоят от 120 долларов за базовый набор до 1200 Согласно хозяева, особенно мужчины и парни считают, что это просто ужасно лишить своего кобеля мужского достоинства Но, во-первых, психология наша, психология котов и собак, она разная И вообще, если честно, я за свою жизнь ни разу не видела прям вот несчастного, умирающего от горя Кота или собаку, которые кастрированы А я их видела очень много Я не наблюдала, чтобы кастрированные коты или собаки сидели в углу и ни с кем не играли, страдали и грустили Я вижу нормальных веселых питомцев, которые точно так же играют, бегают и гуляют, как и остальные Больше того, я считаю полным бредом зацепить на свое животное искусственное нечто Я понимаю, когда у человека, например, нет руки или ноги, и ему делают протез, чтобы он жил дальше нормально Но протез яичек для животных, по-моему, это уже перебор Тогда просто не кастрируйте своего котика или песика Будьте готовы, что он начнет метить везде в доме Он будет драться с другими котами или собаками И будет гоняться за девочками Но нацепить ему искусственное достоинство Может быть, есть в этом доля истины Но я прожила бок о бок с кастрированным кобелем уже 6 лет И у него не было никаких проблем Он абсолютно нормальный и прекрасно общается с другими собаками и даже кошками Но решать, конечно же, вам Блестящие временные тату для животных уже продаются в иностранных зоомагазинах Это наборы для блестящих татуировок на животных Клей, трафарет, блестки и так далее Выглядит это, конечно, мило и красиво Особенно, наверное, понравится детям Можно делать классные фотки Но я отношу это к такому же безумству, как красить когти или душить питомцев духами для животных И еще один, по моему мнению, очень странный аксессуар Это стринги для животных Нет, я сейчас говорю не о тех трусах для гигиены Которые одевают собаки или кошки, когда у нее течка, чтобы она не пачкала дом На нее надевают специальные трусы, которым заранее приучает животное А именно о стрингах, которые якобы сделаны из таких материалов, чтобы нейтрализовать неприятные запахи, испускаемые питомцами То есть, если ваш песик или котик пукнет, простите за выражение, в этих стрингах, вы этого даже не почувствуете Ну вот, серьезно сейчас, да? Вот вообще, это серьезно? Я просто даже, наверное, не буду этого комментировать По-моему, это вообще просто какое-то безумие Ставьте лайк, если вы никогда, как и я, не наденете стринги на свое животное Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые ролики А также можете подписаться на другие мои каналы У меня их несколько, ссылочки в описании И скоро увидимся! Пока!